Добрый день, уважаемые читатели! Универсальный читальный зал Кустанайской областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого продолжает проект по продвижению периодических изданий библиотеки. Представляю вашему вниманию республиканский общественно-политический журнал «Мысль» номер 11-й, 2019-й год. Журнал «Мысль» основан в 1920-м году, выходит ежемесячно. Хочу ознакомить вас со статьей под названием «Живи и помни». Автор – Роза Курмангалеева, кандидат исторических наук, профессор. Начиная со второй половины 40-х годов, одна третья часть территории Казахстана стала гигантским полигоном по испытанию ядерного оружия. В августе 1947 года постановлением Совета министров СССР было принято решение о создании атомного полигона на территории Семипалатинской области, получившего условное название «Учебный полигон-2». 29 августа 1949 года был осуществлен первый открытый наземный взрыв. Вся территория области подверглась согрязнению продуктами ядерного распада. Синим-красным пламенем горело все вокруг. Смертоносный гриб гигантского размера разбрасывал огромные огненные языки во все стороны. Солдаты собирали детей в аулах, прилегающего к полигону региона, сажали их на военные машины, грузовики местных совхозов и увозили их подальше от эпицентра взрыва. В результате многолетних испытаний пострадала не только территория Семипалатинской, но и Павлодарская, Восточно-Казахстанская, а также близ расположенные районы других областей. После очередного ядерного испытания в 110 километрах от эпицентра радиоактивный фон составил 4000 микрорентген в час. Расщепление атомов дальнейшая цепная реакция достигала в радиусе 350-400 километров, хотя прошло три десятилетия после закрытия ядерного полигона, трагедия имеет свое продолжение. На сегодня 19 тысяч новорожденных страдают от детского паралича, из которых только 20% поддаются реабилитации. Очень много детей умирает от лейкемии и мучительной смертью. Они оказались не в состоянии противостоять радиоактивным излучениям, все еще витающим на земле. Ужасающие беды и неисчисляемое количество смертей из-за испытательного полигона переполнили чашу народного терпения. В республике зародилось всеобщее антиядерное движение. Его лидером стал поэт Ужас Сулейменов. В 1989 году в прямом телевизионном выступлении он сделал заявление о необходимости прекращения ядерных испытаний. Через два дня на митинге у здания Союза писателей Казахстана было принято решение о создании антиядерного движения «Невада-Семипалатинск». Движение «Невада-Семипалатинск» было поддержано США, Великобритании, Италии, Японии, Германии. Делегация 2000 парламентариев из 42 стран в открытом письме призвали запретить ядерные испытания в мире. Массовые акции, протесты и митинги прошли у полигона в Неваде, США, в Казахстане, Италии, Германии, России. Решением правительства Казахстана от 29 августа 1991 года «Семипалатинский полигон» был закрыт. Указ за номером 409 подписал президент Марсултан Абишевич Назарбаев. Так, через долгие 40 лет замолк полигон, в результате действия которого загрязнению продуктами ядерного деления подверглись глубинные слои земли, водные источники, воздух. Невосполнимый урон нанесен людям. Остается угрозой жизни и здоровью нескольких последующих поколений.